Всем привет! Онлайн-школа математики Альфа приветствует вас! Сегодня мы будем продолжать повторять. Тема нашего сегодняшнего занятия — теорема Виета в заданиях ЕГЭ. Прежде чем мы начнем, ставьте лайк, переходите по ссылке на сайт, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами! Прямая теорема Виета гласит, что если х1 и х2 корни уравнения х2 плюс bx плюс q равное 0, то их сумма равна среднему коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а произведение равно свободному члену. Наша первая задача для уравнения 2х2 минус х минус 5 равное 0 — найти значение выражения х1 умноженное на х2 минус х1 минус х2. Заметим, что теорема Виета работает, если уравнение является приведенным. В нашем случае мы имеем старший коэффициент, равный 2. Для того, чтобы уравнение стало приведенным, разделим каждый его член на старший коэффициент, равный 2. Получим х2 минус х на 2 минус 5 вторых равно 0. Заметим, что наше искомое выражение представимо в виде х1 умножить на х2 минус, который мы вынесем за скобку, покажет, что в скобочках у нас есть не что иное, как сумма наших корней. Итак, для нашего уравнения запишем, чему равна сумма корней, а это и есть средний коэффициент с противоположным знаком, равный 1 и 2, и чему равно их произведение, это и есть минус 5 вторых. Полученное значение мы подставляем в наше выражение. Итак, х1 умноженное на х2 равно минус 5 вторых. Минус 1 вторая. Получаем минус 6 вторых. Это есть минус 3. Итак, в ответе мы получим минус 3. Но куда же без формул сокращенного умножения? Давайте вспомним и о них. Вторая задача, которая стоит перед нами, для квадратного уравнения х2 минус 5х минус 7 равное 0, найти сумму квадратов его корней. А именно, х1 в квадрате плюс х2 в квадрате. Что же такое сумма квадратов? Давайте с вами вспомним. А плюс b в квадрате. Это есть не что иное, как а квадрат плюс b квадрат и плюс удвоенное произведение а и b. Если нам необходимо найти сумму квадратов а квадрат плюс b квадрат, это означает, что мы должны из квадрата суммы отнять удвоенное произведение а и b. Данное правило переносим на наше задание. В нашем случае сумма квадратов это есть х1 плюс х2 в квадрате минус удвоенное произведение х1 и х2. Согласно прямой теореме Виета, в нашем случае х1 плюс х2 равно среднему коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а именно числу 5. Произведение корней х1 умножить на х2 — это есть свободный член, который равен минус 7. Подставляем данное значение в наше искомое выражение. И мы получим 5 в квадрате минус 2 умножить на минус 7. 5 в квадрате — 25, минус 2 на минус 7, плюс 14. Мы получаем 25 плюс 14. В результате число 39. Это и есть наш ответ. 39. Зачастую мы допускаем ошибки, когда выполняем преобразование выражения, которые содержат обыкновенные дроби. Потому что, перейдя из 5 класса дальше, мы благополучно забываем все то, что было пройдено ранее. Поэтому третье задание затрагивает эту проблему. Нам необходимо для уравнения 7х2 плюс х минус 1 равное 0 найти значение выражения 1 делить на х1 в квадрате плюс 1 делить на х2 в квадрате, где х1 и х2 — корни данного уравнения. Обращаясь к прямой теремии Виета, мы должны помнить, что уравнение должно быть приведенным. Поэтому, как и в первом примере, разделим каждое слагаемое на 7, которое является старшим коэффициентом. Получаем эквивалентное уравнение х2 плюс х, деленное на 7, минус 1 седьмая, равное 0. В нашем случае сумма корней х1 плюс х2 будет равна минус 1 седьмой. Именно среднему коэффициенту, который мы берем с противоположным знаком. А произведение корней х1, умноженное на х2, равно минус 1 седьмой. Имея данное значение, задаемся вопросом, а что же мы должны найти? В нашем случае мы должны привести к общему знаменателю эти выражения. Получаем х2 в квадрате плюс х1 в квадрате в числителе, деленное на произведение х1 на х2 в квадрате. Как и ранее, во втором примере мы видим, что в числителе перед нами сумма квадратов. Поэтому мы должны записать следующее эквивалентное равенство. х1 плюс х2 в квадрате без удвоенного произведения, это и будет наша сумма квадратов. В знаменателе мы переписываем выражение так, как оно есть. Теперь осталось подставить и благополучно вычислить. Равно х1 плюс х2, это и есть минус 1 седьмая в квадрате, минус 2 умножить на минус 1 седьмую, разделить на минус 1 седьмую в квадрате. Получаем 1 сорок девятая плюс 2 седьмых делить на 1 сорок девятую. Разделив почленно на 1 сорок девятую, мы получим 1 плюс 2 седьмых умножить на сорок девять первых. Равно 1 плюс 14. Получили 15. В этом случае 7 и 49 мы сократили на 7. 2 умножить на 7 и получили 14. Ответ 15. Уверена, что повторили мы сегодня очень полезный материал для вас. Если вы хотите узнать больше, раскрыть тему, вы можете перейти по ссылке на наш сайт, подписаться на наш канал и заниматься с нашими преподавателями онлайн-школы Альфа. Действуйте, друзья! Лето для того, чтобы стать еще умнее и способнее. До скорых встреч! Продолжение следует...